Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Игорь Петрович, вы говорили наш клиент какой-то Ну да, Константин Комиссаров, управляющий банком А почему он тогда в полицию не обратился? Да понимаешь, пытается сам себя убедить, что ничего страшного не произошло Ну, пошла погулять Ну а раз так, то и ссоры с семьей выносить не стоит Подождите, это же у его дочери свадьба на носу Там какая-то грандиозная вечеринка готовится, мне подруга говорила Не знаю, клиент об этом ничего не говорил Странно Добрый день Спасибо, что приехали, мы вас с Дмитрием уже давно ждем Константин Сергеевич, так что же случилось с дочерью? Пропал, сегодня прям с утра пропал Вы знаете, я места себе не нахожу Еще бы, конечно А сколько дочке лет? Недавно 21 исполнился И главное поймите, у нее через два дня свадьба А вы знаете, я человек не бедный и недоброжелателей у меня достаточно Я боюсь, что Людочку могли похитить Только давайте пока в полицию не обращаться, я настаиваю Как скажете Хорошо, а где и когда видели дочь в последний раз? Я видела, рано утром, в шесть часов, она пошла с собакой гулять А где вы обычно собаку выгуливаете? Да, тут неподалеку, я могу показать Да, да, хорошо, осмотритесь Хорошо, пойдемте Да, людей здесь, мягко сказать, маловато Вряд ли мы свидетелей найдем А какая у вас порода? Лабрадор Значит, собака пропала вместе с Людой Надь, ты сказала, что видела сестру Да, ей кто-то рано утром звонил Она договорилась о встрече Сказала, сейчас только собаку возьму Вот, ну, наверное, хотели они встретиться во время прогулки Я задремала, а встала, и, ну, Людки, конечно же, уже не было Ясно Ну, телефон, конечно же, она взяла с собой И кто теперь ей звонил, понять очень сложно Надь, скажите, а у вашей сестры были какие-нибудь проблемы в последнее время? Да нет, нет вроде Ну, кроме свадьбы, конечно Ой Эй, Мика Слава Богу Иди ко мне, иди, иди ко мне Иди ко мне, иди ко мне, хороший мой Хорошка Вот он Вот он, Мика Я даже ума не приложу, что могло произойти Она хорошая девочка Она послушная, она добрая, она отзывчивая Костя Что? Что случилось? Костя Так, спокойно, спокойно Мику покормила, ухожу Не надо искать меня, Люда Как это понимать? Почему записка в холодильнике? Ну, у нас так заведено, что первый, кто встает и кормит Мику, оставляет записку на кастрюльке с ее едой Чтобы другие знали, кто его, сколько ее покормил Ну, послушайте, Люда, Люда не могла написать записку Ее, ее кто-то подделал Ну, можно провести графологическую экспертизу Только нужен образец почерка Люды Ну, это не проблема Ну, если действительно написала она, значит, она просто ушла И тогда моя помощь не нужна Нет, 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 этого не может быть Помогите нам найти дочи Я вас умоляю, помогите ее найти Мика? Люда? Так, а Люда? Нет, папуль, только Мика Вот прибежал Людка, наверное, его отпустила, а сама пропала Ладно, иди в дом Ладно, папа Константин Семенович У вас обе дочери учатся в финансовой академии? Да, только на разных курсах Да, честно говоря, по-разному Надька у меня отличница, а Люда не очень справляется Вот что, ребят, отправляйте в финансовую академию Найдите группу, в которой Люда учится Поговорите с однокурсниками Константин Сергеевич, я бы хотел осмотреть комнату Люда Зачем? А, да Да понимаете Она ведь никогда ни на что не жаловалась Я всю свою службу безопасности поднял, но пока тишина Так может... Константин Сергеевич, почему вы мне ничего не сказали? Почему я все узнаю случайно? Что с Людой? Семен, еще ничего не известно Разбираемся Не хотели волновать, да? Да я чуть не умер, когда мне Надя сказал, что Люду похитили Простите, а вы... Да, я жених, у нас скоро свадьба Так вы успокойтесь, Семен Я думаю, что Надя, она преувеличила У нас пока нет оснований считать, что Люду похитили А вы уверены, что ваша невеста не сбежала от вас? Да, я уверен У нас все было хорошо Мы никогда не ссорились, не спорили Никаких проблем у нас никогда не было Вот благодаря Константину Сергеевичу мы планировали свадебное путешествие Так что я уверен, что Люда меня не бросила Да, да у меня к вам больше нет вопросов Идите домой, а поисками Люды мы сами займемся Да, Степан, иди пока, иди Тем временем Аня и Дима встретились с однокурсниками Люды Комиссаровой И что, в полицию еще не заявляли? О, а вот и Кристина Она тоже в нашей группе учится Лучшая подруга Люды, так что вам больше расскажет, чем я Кристина, добрый день, мы помощники частного детектива Скажите, вам Люда в последние дни что-нибудь рассказывала? Может, у нее какие-то проблемы? А что случилось? Люда пропала, не могут найти, прикинь Так у нее свадьба через два дня Ну, вот в том-то все и дело Так вы что-нибудь знаете? Да нет, ничего Ну, про свадьбу она рассказывала Говорила, что у нее жених этот Семен, кажется Ну, что будет хорошим отцом, мужем, говорила Такой спокойный, надежный Мне кажется, она его любила Кажется или любила? Кажется, любила Скажите, Надя, а Семен здесь часто бывает? Они с Людой живут вместе? Нет, нет, не часто Он хотел после свадьбы переехать Ну да Я смотрю, здесь чисто, как гостиница перед заселением Да А это? А это у Людки психоз Какой психоз? Компенсивный, что ли? Обсессивно-компульсивный А, да, да, да Вот, ну, короче, она не могла спать, если не уберется Ну, или когда думает, или нервничает Обязательно что-то чертит Или рисует какие-то геометрические фигуры Пальцем по столу водит Ну, это говорит о том Что у нее были сомнения Ну, о чем-то она сомневалась Либо в общении с кем-то были проблемы Да нет у нее никаких проблем Это она так просто механически Ну, одни сердечки рисовала Ну, это ты во всем виноват Ну да, конечно, опять я А кто? Ты же задергал девочку Зачем нужно было придумывать эту огромную свадьбу, а? О чем ты говоришь, Юля? Мы нормальные уважаемые люди, в конце концов У нас дочь замуж выходит Да, она просто хотела поехать с мужем в Хорватию и все Зачем эти гулянки на весь город, а? Слушай, ты можешь не орать, а нормально разговаривать? А мы тебе говорили нормально Ну, ты же никого не слышишь, кроме себя Ты же хочешь, чтобы все было только как ты хочешь А Людочка, между прочим, плакала всю ночь Ну, так ты еще скажи, что я и тебе жизнь испортил Мне это не испортил А вот дочери ты можешь испортить Ты же контролируешь каждый ее шаг С кем дружит, где учиться, кого любить? Вот этот Семен, откуда он взялся? Это же твоя кандидатура, ну, конечно! Это же сын твоего партнера! Работник твой! Работник твоего банка! Ты, ты, ты! Кругом ты! То есть ты хочешь сказать, что Людка из-за меня сбежала? Ничего я не хочу сказать! Отстань ты от меня! А у вас что, действительно в семье все так запущено? Ничего не запущено Я считаю, что папа прав В чем? Да во всем! А она, Людка, с ними согласна, понимаете? А у вас что, сестра занимается фотографией? Неплохая техника? Да нет, это Кристинкин А кто такая Кристинка? Подруга Людкина Они вместе учатся Родители ее тоже на финансовую засунули А учиться она не хочет Прогуливает, тусуется В театральный хочет поступить Вот все и прячет у Людки И фотоаппарат вот тоже Ну да Тут такие фотографии Не все можно родителям показывать Известный в городе банкир Константин Комиссаров Обратился к детективам С просьбой найти ее пропавшую дочь Людмилу Утром она ушла гулять с собакой И не вернулась Оставив родителям странную записку С просьбой не искать ее Мать Люды предполагает Что дочь не хотела предстоящей свадьбы Но отец боится Что Людмилу могли похитить его недоброжелатели Ну что Друзья Люды что-нибудь сказали интересно? Да толком ничего Даже ее лучшая подруга Только от нас узнала, что Люда пропала А подругу случайно не Кристина зовут? Ну да, Кристина Сойкина Вот фотоаппарат Кристины Она его хранила у Люды Здесь много фотографий с вечеринок И есть довольно откровенные Предлагай тихо изучить Я тебе предлагаю еще раз Предметно поговорить с Кристиной И выводить в нее про Люду Как можно больше информации Мысль понятна С сестрой она не ладила А с лучшим подружка могла и подкровенничать Молодец А я пока записку Люды к экспертам отвезу Что-нибудь еще случилось? Да, случилось Я с тобой не обо всем поговорю Меня, кстати, Дима зовут Ты хочешь со мной познакомиться? Да Ну если честно, ты фотоаппарат у Люды забыла Я решил этим воспользоваться Спасибо Я его не забыла Я его оставила там Я знаю Но если бы в доме был обыск И полиция его нашла То у тебя были бы неприятности То есть все настолько серьезно Ну, ты как думала Отец Люды влиятельный человек У него много врагов Так что И вообще он считает, что это криминальное похищение Ну, я правда не знаю, где Люда Она мне не рассказывала ни о чем в последнее время Правда Что? Несколько лет назад У Людки был парень, Андрей Он такой хороший парень, из простых Отец таких не любит Так вот Она только школу закончила Ей 17 А он старше ее на несколько лет Только не говори сейчас, что комиссаров его убил Почти В общем, папаша узнал об их связи И подставил парня Ну, меркоту подкинул Но Не сам, конечно Андрея, в общем, посадили А Людка себя после этого вены вскрыла Может, это Андрей мстит? Игорь Лукин и Дмитрий встретились в городе Помощник рассказал детективу, что ему удалось узнать от Кристины Понятно Да? Да, Константин Сергеевич, слушаю Когда? Сейчас подъеду Похитители клиенту звонили Выкуп требуют? Да, срочно, сегодня Надо звонить Григорьевича, водить его в курс дела По дороге позвоним Все, давай по машинам, возле дома клиента встречаемся Константин Сергеевич Может, пора уже обратиться в полицию? Вы о дочери подумайте А я только о ней и думаю Меня предупредили, что если я обращусь в полицию, ее сразу убьют Нет, ни в коем случае Да поймите, вас же Вас же просто запугивают Я понимаю, но рисковать не буду Я надеюсь, вы нас не оставите? Конечно, нет Ладно, какие их требования? Ну, они позвонили, сказали Что в первую очередь мы должны поменять сим-карту в нашем телефоне на ту, которая прикреплена к нашим воротам И я вышла, и к воротам была скотчем перекреплена сим-карта Дальше? А дальше мы очень медленно должны ехать по Ивановскому шоссе До двадцатого километра Правильно, будут проверять, нет ли слежки А потом будут ждать в том месте, где договорились передать деньги Значит, сделаем так Вы поезжайте Мы поедем следом На приличном расстоянии, постараемся быть незаметными А вы выполняйте все их требования Пусть он идет направо Маршрут, походу, меняет Значит, началось Да они, походу, к гаражам поехали По заданию детектива Лукина, Константин Комиссаров выполнял все, что ему диктовали по телефону похитители Все, понял Стой! Стой, гад! Стоять! Что вам надо? Промышляем похищением людей А, типа розыгрыш Это, это не мое, это не я Меня попросили забрать Где моя дочь, сволочек? Куда я дочь? Константин Сергеевич, вы деньги забирайте Езжайте домой А дальше мы сами Все будет хорошо Ого А вот что, герой Если ты не хочешь Сейчас же оказаться на нарах Советую с нами сотрудничать Ты меня понимаешь? Ты на машине? Да А не там? Пошли Пошли Ну как, нормально все? Получилось? Получилось Отлично Получилось Не скажу, что рад тебя видеть Ну куда же вы? Да я просто заработать хотела Ну для комиссаров же миллион, это ерунда Ну так, карманные расходы А я уехать отсюда хочу Родители, правда, уперлись Учись на бухгалтера, да учись А я, может, театрально поступать хочу Вот что, артистка План сама придумала? Нет В интернете вычитала Ну а где Люда, я правда не знаю Ну не знаю я Ну правда Надо с Семеном поговорить Может он хоть что-то знает Он же сегодня здесь у вас? Да, он у нас Он в комнате Люды Все Я хотела спросить А я тебе нравлюсь? Нравишься Только как-то это неудобно Мы же с Людой должны пожениться Да Ты мне тоже очень давно нравишься Но Люда не любит тебя, понимаешь? Она специально это все Чтобы, чтобы не перечить отцу Но это уже не важно, понимаешь? Потому что Она больше не вернется Все Цех у меня Надя! Ты что? Пап, вы что, следите за мной, что ли, а? Константин Сергеевич, я... А ты лучше помолчи, а ну выйди отсюда Пап, я буду лучшей женой для него Ну как ты не понимаешь? Ну я люблю его Надя, вы сказали, что Люда не вернется Что вы имели в виду? Да то и имела в виду Утром, когда она пошла с собакой гулять в 6 часов утра Накрасилась, оделась Мужик, значит, ей звонил Известный в городе банкир Константин Комиссаров Обратился к детективам с просьбой найти его пропавшую дочь Людмилу Утром она ушла гулять с собакой и не вернулась У Лукина появляется подозрение, что Люда могла сама сбежать от деспотичного отца и предстоящей свадьбы На следующий день с утра Аня вновь посетила академию, где училась Людмила Игорь Петрович, парта этой Людмилы вся изрисована сердечками Я выяснила, что перед ней сидел некий Антон Чистяков Мы заехали в общагу, поспрашивали там И нам сказали, что он уехал навещать мать в деревню Слушай, интересная версия Давай-ка ее проверим Через два часа детективы приехали к дому матери Чистякова Игорь Петрович, они в ЗАГСе В ЗАГСе? А что они там делают? Ну расписываться пошли Это Антон и Люда? Да Сейчас отчеству не легче Садись, поехали Здрасте 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 Здравствуйте Ну наконец-то, Люда, мы тебя нашли А вы кто? А мы частные детективы И уже второй день разыскиваем пропавшую дочь Константина Комиссарова Так я же записку оставила Не убедила родителей ваша записка, не успокоила Они все на нервах А вы, наверное, и есть тот Антон Который вчера разговаривал с моими помощниками И усердно делал вид, что не знает, где Люда Да На самом деле Люда попросила меня съездить домой Узнать, большой ли там переполох Большой Большой переполох там Ну а теперь все Поехали домой Нам нельзя домой возвращаться Вы не знаете моего папу Все будет нормально Положитесь на меня Прошу Ну, в общем-то, простая история Люда и Антон полюбили друг друга, чем на первом курсе Просто Люда помнила историю с Андреем Не хотела, чтобы она повторилась Скрывала от всех свои чувства Встречались они только на занятиях Никому даже в голову не пришло, что Кроме Семенова у Люды кто-то есть После истории с Андреем Люда вообще Боялась с кем-то дружить без разрешения отца Ну как же Он ей жениха нашел Вот она и решила Ну, стерпится, слюбится Нет, она честно пыталась выйти замуж за Семена И забыть Антона Люда вообще говорила, что у нас ничего не получится И мне лучше забыть о ней А я не мог, вот решил прямо перед ее свадьбой, что этой свадьбе быть не должно Мы любим друг друга В поселке у Антона тетка работает заведующая ЗАГСом Вот он к ней поехал Она у нее приняла заявление С задним числом и без невесты А потом он позвонил Люде и сказал Что все готово, что это их последний шанс Ну, Люда Взяла паспорт Собаку для прокрытия И уехала к Антон Уважаю за смелость Надеюсь, уживемся Так, может, две свадьбы сразу сыграем? Отец, а? А? Комиссаров старается не вмешиваться в личную жизнь дочерей Люда ушла из финансовой академии и поступила в педагогический Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют После работы Аня возвращалась домой Е-мое Ты с ума сошла? Под колеса бросаться Эй, ты вообще жива? Пойду в аптечку Кетчуп Вот зараза, а! Сумку украла На следующее утро Лукину сообщили, что Аня находится в больнице Все понял? Сейчас подъеду Алло, Коль Мне только что из больницы позвонили Короче, Аня в больнице с ушибами и сотрясением мозга Я туда Приехав в больницу, Лукин не обнаружил там пострадавшего Врачи оказали помощь и оставили ее под наблюдением Утром медсестра пришла с градусником, а в вашей сослуживце не оказалась Сбежала Как же вы больную-то пустили? Ну, у нас больница, а не тюрьма Документы вот остались на оформлении Между прочим, даже рентген не успели сделать А если это переломы, ребер Или внутричеребная гематома, что тогда? Да я все понимаю Спасибо вам большое Как только беглянку найдем, я ее сразу к вам отправлю Хорошо Алло, Коль, ну что? Аня с больницы убежала Как это? Куда сбежала? Возможно, домой вернулась Давайте я съезжу, я тут рядом Хорошо, я буду в офисе Аня, отзовись Алло, Игорь Петрович Дома никто не отвечает Что делать? А вдруг она дома ответить не может? Вдруг ей там плохо? Вызывать участкового и взламывать Хорошо, понял Зачем тут участковый? Я ей сам взломаю Звонки простые Скажите, а Ани у вас нет? И не было? И не звонила? Спасибо Да, Коль Алло, Игорь Петрович А Ани дома нет Следовой борьбы тоже не видно Телефон ее заблокирован Да я же сказал, только с участковым заходи Давай и уходи оттуда Не ровно сейчас соседи тебя заметят И полицию вызовут Ага, понял Так Ну и что скажешь? Простите, Игорь Петрович Я проспала В больнице В какой больнице? Из которой сбежала Кто, я? А кто? Вот мне твои документы там вернули А телефон? Ну, наливай себе чай И начинай каяться Аня рассказала Лукину О происшествии И предприимчивой воровки С документами и с телефоном Позже она попадает в больницу Опять же с твоими документами С ушибами и с сотрясением Потом она из больницы убежала Ты хоть запомнила, как она выглядит? Это она Девчонка Подросток лет пятнадцати Одета вроде хорошо Но вот только одежда на ней была Какая-то грязная Ну что ж, можно предположить Что она убежала из дома Ну да Тогда на сводки посмотреть Да уже смотрю Так, рассматриваем девушек От тринадцати до шестнадцати лет Ань, глянь Среди них есть твоя воровка? Вот она Устинова Вероника Дмитриевна Четырнадцать лет Ушла из дома три дня назад И не вернулась Была одета в джинсовую куртку И клетчатую рубашку Детектив Лукин приехал поговорить С родителями Ники Мы пересекались с Никой Ну, правда, совсем по другому делу И где она сейчас, я не знаю Может быть, вы подключитесь к поискам? Мы обращались в полицию Но они так заняты Ну, конечно Конечно, я помогу Скажите, а Ника, она проблемный ребенок? В каком смысле? Ну, понимаете ли В таком возрасте дети Они Бывает, что совершают необдуманные поступки Дерзят Даже совершают мелкие кражи Всем детям с таким прошлым Необходима психологическая адаптация Но у Ники сильный характер Она правильная девочка Да, мы ее очень любим Когда мы ее увидели, сразу поняли Она наша Ну, тогда я ничего не понимаю Мы удочерили Нику Два года назад Младенцам мы бы ждали много лет А подростков берут неохотно Мы увидели Нику И поняли, что без нее не уйдем Вот документы А на наша девочка верите Характер, как у Димы На все свое мнение Извините Пол Крыма в прошлом году обладили Наши пещеры с инструктором спускались В этом году собирались на Байкал Вот что Мне нужны координаты детского дома Любую проблему можно решить мирным путем Надо искать компромисс Когда Хорькин мелких обижает Какой-то компромисс Ему только в морду дать Тогда поймет Ника бы то же самое сказала Донников Если не находишь слов Обратись к воспитателю Я не стукач Вы ко мне? Иди, Константин Я с тобой позже поговорю Вы СС, да? Нет, я частный детектив Я по поводу Вероники Устиновой Бывшей Найденовой Сбежала, да? Я-то думала, что она хоть с этими Уживется Ведь два года прошло Что значит с этими Уживется? Ее что, раньше уже удочеряли? Мало того, что ребенок Ничего не знает родных Так много лет ее пытались Пристроить Возвращали ее Из семьи дважды Ой Представляете, какой-то Стресс для ребенка А почему возвращали? Ну Все же хотят ангела А Ника дерзка У нас упряма Может что-то специально Сказать, сломать Вот, смотрите Знаете, как будто родные дети Ведут себя идеально Извините Хорошо Подслушиваешь? Ника опять сбежала, да? Она связывалась с тобой? Когда? Ну я же все равно узнаю Давайте не здесь Ну хорошо, жди меня На спортивной площадке Угу Ника сюда два дня назад приходила Я ее в подсобке Ночевать устроил Зря она бегает Вроде клевые эти Тони и Дима Так в том-то и дело Что клевые Тогда почему она убежала? А вдруг они ее тоже вернут? Прошлые же возвращали А Я, значит, проверка такая, да? Понял А вот ты бы убежал? Да я вообще другое дело У меня мама есть А ты знала, что в детдомах У многих детей есть родители? Ну, мы пишем заявление Не имеем возможности воспитывать и... Ужас какой Вот именно и такие дети Установлению не подлежат При живых родителях Являются сиротами Когда исполняется 18 лет Они возвращаются обратно В семью алкашей Слушай, не жалоби меня Найдем эту девчонку И я забуду об этой истории Изобретательная юная воровка Стащила у Ани сумку с документами Разыскивая девицу Лукин выяснил Что это была сбежавшая Из дома Вероника Удочеренная семьей Устиновых Два года назад Лукин решает поговорить С приятелем Ники по детдому Костей Я... Когда в детдом попал В такой тюте был Ника меня от больших родов защищала Хотя младше меня Она всегда всех защищает Ну это я понял Что Веронику ты не выдашь Хоть тебя режь Но ты меня тоже пойми Она у человека сумку украла Документы, деньги Значит у него всего полно было Ника последней никогда не возьмет Интересно рассуждаете, а? Только ты понимаешь Что за это можно в тюрьму попасть Поэтому лучше Нику я сейчас найду Чем позже полиция Ну не знаю я Честно Она может прятаться где угодно Ну ладно Если бояться Что передать? Передай, что бояться меня Не надо На следующее утро Идущую на работу Аню Ожидал сюрприз Это ж моя сумка Забирай Оставь себе Можешь мне врезать Делать мне больше нечего Телефон верни Ты же типа сыщица, да? Типа да У меня к тебе дело есть Слушай, а ты че такая наглая-то, а? Вот мой шеф С ним разговаривал Поняла? Ой Вероника Устинова вышла из-под поля Ночевала на складе с пириновыми подушками? Откуда вы знаете? Да я все знаю А сотрясение мозга получила Когда в очередной раз Кого-то пыталась обобрать, да? Не ваше дело А зачем тогда явилась? Я так понимаю, не извиняться Мне нужно одну женщину найти Сколько это будет стоить? А у меня другие условия Во-первых, ты возвращаешься к Устиновым А во-вторых, больше не пытаешься убежать И ведешь себя прилично А найти ты хочешь? Маму Только Томе с Димой не говорите, пожалуйста Тоне с Димой? Они тебе че, приятели, что ли? Тоне с Димой Здравствуйте Никуся, дочка Как же мы о тебе беспокоились Дима! Ника, где ты была? Что случилось? Не сердитесь Я такая дура Главное, что ты вернулась, Никусь Спасибо Спасибо большое Поиски матери Ники Лукин снова начал с детского дома Здрасте А я вот опять к вам Скажите мне, пожалуйста Вот как Вероника К вам в детский дом попала? Накрыться детского дома Нашли Ненечка шла на работу Увидела и принесла Двухмесячного малыша Остали на ступеньках В ноябре Снег уже лежал А, так ведь могла и замерзнуть Ну, еще и записку нашли С именем Вероника Ну, так и назвали Вероника Найденова Сколько этих Найденовых и Найдешкиных В моей практике было А вот нянечка, которая Веронику нашла Она у вас работает? Ее как зовут? Щеткина Анна Романовна Но она у нас давно не работает Перевелась По-моему, поближе к внукам Вот старый адрес Това деликадров А вот новый Баба Настя повариха знает Она и открытки посылает На Новый год 8 марта А ты все подслушиваешь Мне же Нике помочь хочу Ща я все узнаю Вот сюда Анна Романовна переехала А Ну что ж, спасибо тебе А ты никогда не думал Пойти в полицию работать? Так ты меня возьмет Ну а почему нет? Физически ты разве это нормально? Голова соображает Любопытный Иногда не в меру Это мне извините Ну ладно, ты учись хорошо Я тебе помогу Да проходи, проходи Проходи О, а давайте я помогу О, давай, давай Ты же молодой А я, знаешь, до ночи тут корячиться буду Дочка, с целыми днями на работе Хозяйство запущено Дети не присмотрены А дети большие? Ну, один студент, второй работает уже Ого-го Че ты смеешься? Детей без руководства оставлять нельзя Вон смотри, возьми, пропустил Все вы такие самостоятельные пропустил Давай поправим Ого-го Анна Романовна А вы помните Ну, подброшенную младенца нашли Нику Найденову Так ты Че всякую чепуху помнить-то должна Сто лет назад было Ну не скажи Такое не забывается Не каждый день детей на крыльце находишь Че ты такой настырный-то? Ну, нашла-нашла Ну, на ступеньках Одеялко Цветочек, шапочка розовенькая Просто одеялко на крыльце Может, коробка какая была, корзинка? Нет Да лежал я лежал Че пристал-то? Так ведь ноябрь месяц был Люди говорят, снег уже выпал Что ж, одеяльце прямо на снегу и лежало? А нет, забыла я Там коробка была Да, такая, знаешь, большая Ну, как из-под телевизора Красная Ну, вот я ее из коробки-то достала И в дом отнесла А куда потом коробка делась? Большая, красная Заведующая, Галина Николаевна Никакую коробку не припоминает Что-то в вашем рассказе Не стыкуется Не отстанешь? Нет, Анна Романовна Не отстану Коль Ну, оставь мне хотя бы немножко апельсина Ты же мне покупал У тебя вон яблоки есть Да не хочу и твои яблоки Ладно, иди лучше посмотри, что я нашла В ночь, когда Вероника попала в больницу В полицию обратилась некая Ирина Кускова К ней пристало трое хулиганов Но незнакомая девушка Ирину отбила Бывает Кускова испугалась и убежала Но и что стало с незнакомкой, она не знает Но по описанию Эта девчонка очень похожа на Веронику Вот откуда сотрясение Она же тебя ограбила, ты ее ненавидишь Да ладно У меня эта девчонка из головы не идет Представляешь, ее мать бросила Как ненужную вещь Вот как ей теперь с этим жить? Детективы разыскивают Сбежавшую из дома Веронику Которую два года назад Удочерила семья Устиновых Однако вскоре Девушка сама является в агентство И просит найти ее настоящую мать От бывшей нянечки дед дома Щеткиной Лукин узнает имя Бросившей Веронику женщины Была у меня соседка Люся Красивая девка, видная Бабушка и квартиру оставила Только бзик у нее был Она же замуж хотела Ну прям хоть трезь А Люся это Матники Не торопись Я же тебе все обстоятельно докладываю Красивая девка С квартирой А мужики от нее сбегали Не знаю, пугала она их что ли В общем, добегалась Ну и родила без мужа А, Веронику Ты такой умный Че ты спрашиваешь? Помогала я ей Оставалась девчонкой У меня даже ключ от квартиры был Ну а тут она мне говорит Мол, а посиди Ну че ж не посидеть Час сижу Три сижу Шесть сижу И так не вернулась? Записку я потом нашла Мол, замуж выхожу Уезжаю Знала, мерзавка Что в детдоме работаю И ребенка не брошу Ребенок в ее новую жизнь не вписался Не вписался Квартиру-то она продала Потому что я потом узнала Кукушка она и есть, кукушка Ну а что, что вы тревогу не забили? Ну и кому бы лучше было? Нарабатывал могилу, исправил А историю с кулецом Значит, это вы придумали Ну а как ты думаешь Он подрастет, Ника и расскажет Ежпал, никому ты девочка Нафиг не нужна, да? Так пусть придумаю там аварию какую-нибудь Или разведчиков погибших Ну а фамилию-то делюсь Помните? Ань, слушай Мне нужна вся информация на Людмилу Попову Фамилию могла изменить Проживала, записывая Улицу Пушкина, дом 10 Квартира 23 Но 14 лет назад она квартиру продала Ты свяжись с паспортом столом Пусть они посмотрят листок убытия Да, хорошо, я поняла Год рождения примерно 80-83 Да, 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 я понял тебя, понял Ага, молодец, молодец Ну вот что за манера такая, а? Подслушивать А что? Это меня касается Касается, касается Анну Романовну тебе Костя сдал? Костя мой друг Вы нашли мою маму? Секундочку Да, Ань, слушаю Алло, Игорь Петрович Я, кажется, нашла Людмила Витальевна Рогозина 83-го года рождения Прошлый адрес Совпадает Это что, мать Вероники? Похоже на то Что там на нее есть? Ну, что Замужем Двое детей Семь и десять лет И еще Она редактор модного журнала Получается, бросила девчонку Живет припеваючи? Адрес диктуй Хорошо Подготовь отчет А сейчас заеду Вы нашли мою маму? Я еду с вами Подожди, подожди Идея плохая Может, для начала я сам, а? Нет, я хочу ее видеть Ну, вот, похоже, она Идешь? Нет, я здесь подожду Потом расскажете Как знаешь Ну, зачем вы приехали? У меня нормальная жизнь Карьера Я когда пришла в журнал Он загибался А сейчас знаете Какой у нас тираж? При чем здесь ваш журнал? При всем У меня семья нормальная Муж, дети А Ника? Это была ошибка Нике четырнадцать Выросла она в детдоме Ну, какая ты ошибка? Ника прекрасная девочка Не надо мне всего этого рассказывать Я не могу ничего изменить Эту страницу жизни я перевернула Подумайте, Людмила Витальевна Я не хочу ничего вспоминать И ни о ком слышать Люся И не приходите больше О, опять подслушиваешь, да? Да Иначе никогда бы не узнала правду Про нее Ну, держи отчет Да нафиг мне эти бумажки Что она там сказала Про страницу жизни Так вот я ее тоже перевернула Отвезите меня, пожалуйста, к маме с папой Вероника больше не убегает из дома Устиновы планируют байдарочный поход по Волге Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok